Для рекордов новых нет преград. Под таким девизом на центральном стадионе смены мальчишки и девчонки сдавали нормативы комплекса ГТО. Поддержать участников приехали известные чемпионы страны. Президент Российского Союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова. Многие из именитых спортсменов – частые гости Всероссийского детского центра. Чемпионы подарили смене олимпийский факел, который участвовал в эстафете Олимпийского огня в Сочи. Среди подарков центра также баннер с автографами всех олимпийских чемпионов, которые приехали в центр и памятная медаль. Перед началом испытаний участников ждал сюрприз – выступление самбистов смены, а также юной гимнастки. Сегодня такой прекрасный праздник, как сдача норм ГТО, которая говорит о физической подготовке. Они каждый может знать, чего они достиг и что им нужно в дальнейшем совершенствовать, чтобы быть здоровыми и полноценными людьми, чтобы душа и тело были всесторонне развиты. Чтобы сдать нормативы ГТО, участникам необходимо многое уметь. Поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину, сгибание и разгибание рук из положения лежа, подтягивание, бег на 60 и 100 метров, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Такие испытания ждали юных сменовцев. Дело в том, что даже мы, будучи олимпийскими чемпионами, вы не поверите, мы всегда сдавали нормы ГТО. Нас даже не допускали до сынований, если ты приезжал на сынования без удостоверения и значка ГТО. Это очень важное и очень нужное мероприятие для всей нашей страны. Поприветствовать участников и пожелать хорошей сдачи нормативов приехали игроки ЦСКА. Двухкратный чемпион России по баскетболу Виктор Лахин, а также победитель чемпионата России Василий Лахин. Спорт – это стиль жизни, это образ мышления. Если ты занимаешься спортом с детства, то ты умеешь мыслить, правильно умеешь распоряжаться своим временем, знаешь, что такое саморазвитие. Желаю всем участникам, чтобы добились все, что хотят. Сдать нормативы ГТО оказалось непросто, зато ярко, интересно и полезно. Организаторы фестиваля считают, что главное, чтобы сменовцы продолжали сдавать нормативы и дальше, а также приучались к спорту и здоровому образу жизни. Это длинный путь, который вы можете продолжать на протяжении всей своей жизни, и вы можете отслеживать свои результаты и понимать, что нет ничего невозможного, и все победы зависят только от вас. Еще раз поздравляю с остаившимся фестивалем. Лучших участников фестиваля отметили грамотами. Валерия Галичия получила сразу две. За лучший результат по нормативу бег на 60 метров с результатом 9,2 секунды, а также за норматив по наклону вперед и с положения сидя с результатом 59 раз за одну минуту. Возможность сдать здесь нормативы, это еще раз подтверждение того, что ты что-то умеешь и просто поддержание физической формы. На самом деле я безумно рада, потому что не ожидала. Спорт в нашей жизни это все, серьезно. Насколько бы ты, каком бы ты теле ни был, вот если ты занимаешься спортом, у тебя будет все настроение, энергия, у тебя будет море, куча эмоций и будет все очень хорошо. Для кого-то сдача нормативов стала первой победой, а кто-то уже давно связал свою жизнь со спортом. Участники отмечают, что сдача нормативов улучшает не только настроение, но и здоровье. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok